Агата – это победитель польского танца со звездами, такой аналог к нашему тону на Первом канале. И что касается Анджи и Жени, они учились танцевать, и был балетмейстер, и они каждый день после смены репетировали, репетировали до упада. Ну, это, так сказать, они попали в ловушку, потому что тут нельзя было лениться, потому что все увидят, как ты двигаешься. Не только, значит, режиссер, который на этом мрачновато все, а потом они, то есть это уже стало обязательным для них, они очень старались, чтобы выглядеть, чтобы танцевать. Поэтому это сами себя, значит, запрягли. Вы, отвечая на вопрос, сказали, что на съемках не так трудно, трудно до съемок и после. Почему, например, постпродакшн настолько труднее, чем съемки? Ну, постпродакшн включает монтаж, вот, и это непростое дело, потому что, например, материал, ты не чувствуешь ничего, кроме отвращения, я, по крайней мере, от усталости и досады на то, что я уже ничего не вижу. Реально, в том смысле, я не могу быть объективен, вот, но постепенно, так сказать, ну, как-то, в общем, монтаж у меня замечательно, мне везет с соратниками в этом смысле, вот Даша Танилова, она, так сказать, у нас, я, по крайней мере, номер один, и она тоже очень интуитивно чувствует материал, это долгая, 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 каждодневная работа, и главное, так сказать, вот, как-то понять, слепой ты или ты что-то все-таки видишь, вот, вот это вот тяжело. Такие, так сказать, в общем, моменты, на съемках тоже совсем нелегко, но на съемках это другое, там ты преодолеваешь обстоятельства, ты постоянно должен идти какие-то компромиссы, там, зал слишком большой и кажется тебе необаятельным, или слишком маленький, или, а вот есть только такое, тем более это съемка, это, должно быть, пустая гостиница. А, то есть вы сейчас говорите о месте, в котором происходило. Ну, в том числе, ты борешься с местом, с натурой, с отсутствием снега, с дождем, ты в конце, ты не можешь простаивать, ты не можешь там отменять, ты все равно, хоть ты и не работаешь с этой безобразной телевизионной выработкой, когда-то по 8-10 минут в день, просто, так сказать, это, в общем, правильно, это практически не съемки даже, какой-то другой процесс, вот, то все равно, это очень напряженное количество смен, это все достаточно недорогое, значит, удовольствие, поэтому приходится в это время все, ты борешься с обстоятельствами, и, конечно, ты должен где-то, так сказать, отступать, но не до такой степени, чтобы ты потом смотрел на экран, думал, какой же я был, как же я не настоял. То есть, во всяком случае, ты борешься с своим же перфекционизмом, который является тоже, может превратиться уже в болезнь, и вместе с тем, с тем, что ты пытаешься все-таки сохранить то, что задумано. Это такой, в этом смысле, тяжелый процесс. Я хотела спросить, вот фильм, когда ты начинаешь его смотреть, есть ощущение, что будет какая-то драма, да, что кто-то из героев обязательно должен умереть, ну, не должен, но он умрет. И у меня было ощущение, что умрет главный герой. Вот я хотела спросить, почему все-таки... Ну, почему вы поняли, какой герой главный там? Ну, я имею в виду мужчина, да? Да, почему все-таки вы выбрали, почему вы выбрали эту женщину? Потому что, как бы, вот, ну, не было ощущения, что она... Я не поняла, если честно, я не поняла. То есть, я понимаю, что она прикинулась, да, что она как будто бы умерла, оказалось, что нет, и потом в конце она умирает. Почему вот вы из этих трех персонажей выбрали именно ее? Почему именно она должна была умереть? Если можно, может быть, я что-то не поняла? Да, нет, нет, нет. Почему же я? Значит, почему она? Ну, потому что она находится, так сказать, как бы на пике взаимоотношений к собственной жизни, так сказать. Видно, что она прожила какую-то очень наполненную жизнь, в том числе всякими, так сказать, передрягами, и она находится, как бы, на грани уже, это самое. Ну, потом она самая талантливая. В этом смысле, почему именно она? Ну, потому что она так старалась, что она и должна была, знаете, это самое. А почему именно она не больной человек? Ну, это, конечно, мне казалось, что так и должно быть, как часто бывает, какой-нибудь человек, который себя плохо чувствует, у него все болит, человек ипохондрический, и который все собирается, собирается, собирается умирать, а умирает совершенно другой человек, который рядом с ним, и, кажется, абсолютно здоровым. Ну, вот эти два обстоятельства. Я бы хотела, как зритель выступить сейчас, оно произошло, произошло, я тут сейчас полную историю на эту тему. Я готовилась после первых кадров продолжить вот эту вот тему, но произошла какая-то фантасмагория. На крупных планах я вдруг поплыла и оказалась там. И они заставили меня, вот эти вот трое, заставили участвовать с ними. Я потом ушла в свою жизнь. Я потом вернулась, мне хотелось в каких-то моментах фильма вернуть и понять, что происходит. И было ощущение, ну, я проработала в кино очень долго, но такого ощущения у меня не было. И я просто хотела спросить, это математический расчет или интуитивно пришла эта тема? То, что снято так, это меня, я просто оказалась по ту сторону камеры. Какая-то тема возникла? Да, спасибо. Да, какой эмоциональный отзыв. Мы с Жаной работали, она художник по костюмам. Замечательная картина, картина «Время танцора». Кроме того, в достаточной степени известная картина «Москва-связан» не верит. Вот Жанна Белканя. Мы даже сейчас в высотке на котельнической, где такая-то часть этой картины происходит. Это очень приятно. Ну, и тут я не могу не представить, что здесь есть Марина Маныч, актриса, которая, вот вы могли ее видеть, замечать я. Спасибо. Здесь есть продюсер Лиза Антонова, которой много чего пришлось пережить по модели съемок. И есть замечательный, тоже, по-моему, явно совершенно первый, это кастинг-директор Владимир Голов. Его послужной список «Исчерпаем», и там есть еще замечательный, замечательный. Он начинал еще работать с Алексеем Германов-старшим. Как бы прошел его школу, и вот теперь он работает со многими, со многими достойными людьми. Начиная там от Кирилла Серебряного и много-много. Кого вы не возьмете, вот там за ним идет настоящая охота. Вот я только для того, чтобы представить замечательных людей, за которые мне повезло. Что касается вопроса, значит, ну, соединение какого-то расчета и, ну, сценарий, во-первых, который каждый раз тяжело, в общем, пишется, тяжело понимается, когда пишется и так далее, внутренне. Ну вот, а потом просто стараешься придумать какой-то эквивалент происходящему, и ощущение, что чисто эмоционально это могло происходить вот только так, как это вот снято. Вот такое было ощущение. То есть это иррационально, и интуитивно, конечно, все вместе в этом соединении. Ну, конечно, там есть в основе расчет, то есть с железный сценарий, по эпизодный план, в общем, все это, конечно, есть и без этого никак. То есть ты следишь, как развиваются действия, не стухает ли оно там, ну и прочее, прочее, прочее. Кто, что, когда надо разговаривать, молчать, в общем, это такая, конечно, подготовка рациональная. Но на уже смене, там, во время съемок, конечно, это чисто интуитивно, но исходя из того, что, конечно, уже чему-то стремишься и что-то задумывал. У нас еще был вопрос как раз. Спасибо. Меня интересует, как вам работала с Агатой, и вот ваше внутреннее ощущение как режиссера, который работает с такой потрясающей актрисой. Спасибо. Ну, актрису, действительно, потрясающе. Ну, тут, если я всегда, знаете, так смешно, режиссер, как бы, о себе ничего не говорит, но очень хвалит, выдающийся образователь. И это выдающийся образователь. Смешно было, что он хвалит, что, который еще никто не видел. Но в данном случае, должен сказать, что она действительно актрисы очень большого нормаля. Без дураков, она может быть совершенно разной, абсолютно разной, если вы посмотрите. Там, я не знаю, тут же Иду, там вообще она играет эту красную судью, который там на совести, которая такая, такую женщину, тетку такую, или в холодной войне, что-то другая. Она замечательная актриса и очень хороший, скромный, сверхпрофессиональный человек. В общем, интересующийся только работой, по крайней мере, на съемках. Но, думаю, что и не только на съемках, потому что жизнь таких людей складывается так, что вот как раз, отчасти, может, об этом фильме, что настолько, так сказать, она маниакально себя пытается реализовать и вытащить из себя все, что он так. Вот ей было интересно, она вот такую роль, она не играла, поэтому она согласилась, при том, что ей пришлось отменять какие-то другие свои там проекты, у нее там большая очередь и так далее. Это вот как раз этих людей, у которых жизнь как бы второстепенная, первостепенная это. Потом у нас с ужасом понимают, что ведь еще жизнь есть, кроме этого нормальная жизнь, нормальная человеческая жизнь. Это она вот такая, поскольку она подвержена вот таким амплитуде, да, то, так сказать, с ней, конечно, очень легко, просто. И у нее нет времени на вот эти распальцованные будут, почему нет фруктов в номере и так далее. Вот такой очень типичный, очень. То есть она не, она абсолютнейшая звезда, она висит на всех там плакатах, пока я еще из аэропорта. Но она абсолютно по поведению, она абсолютно нормальная, скромнейший человек. Работа у с ней замечательная. Тот человек, который тебя считывает интуитивно, предлагает три буря. Ты дубля три буря. Разрешите вопрос, Александр Анатольевич. Меня зовут Олег, я обычный зритель, не имеющий отношения к кино, к киноиндустрии. Пришел на премьерный показ, посмотрел. Очень признателен вам за этот фильм, очень впечатлен. Извините, если вопрос дурацкий, я немножко зануда пытался разобраться в том, кем, кто приходится в этом фильме. И даже в начале встречи прочел две рецензии. Успел на телефоне. Расскажите нам, как вы разобрались, вашу версию. Я сейчас скажу версию, я скажу, что я прочел, и требуется уточнение автора в любом случае. Один из рецензентов считает, что персонаж Мишукова – это сын Валенсии. Другой рецензент считает, что это молодой муж. Один из рецензентов считает, что юноша, который вегетарианский суп кушал – это сын. Другой рецензент считает тоже любовником, спутником, партнером. Мои гипотезы, что да, женщины яркие, могут выйти молодые мужья. Почему нет? Но хотелось бы из первоисточника, так сказать, узнать, как все оно на самом деле. Спасибо. Спасибо вам. Я столько рецензий не читал. Как ты иду после дождя. Да, да, да. Спасибо. Спасибо за внимание. Значит, там был ясней, значит, что касается, значит, Валенсии, то есть, которую исполняет Додина. Она представляет своего мужа, мой благоверный, так сказать, там, это тезка, он стоит, и мы в тебя иногда играем. Она представляет половину, там, даже это есть, половина, там, то-то, то-то. Это касается Мишакова. То, что он несколько, ну, я не думаю, что он похож на его сына, но никак. Нет, это... Он, конечно, похож на молодого мужа. Ну, как бы, мужа и... Да, да, девушки? Нет, и не то, чтобы... Вот, отлично. Не на молодого, а на нормального, как говорят, молодого. Который, может быть, чуть моложе за счет своих... Вот, изображает, что он очень бодрый, на самом деле, значит. Что касается, значит, вот, Агаты, то, да, это ее сын. И хорошо, что мы сначала принимаем его, а может, это, да, скорее всего, это вот такая, значит, изображающая звезду и не являющаяся женщина, у которой, так сказать, мутно молодой ты сам. Ну, это ее сын, о чем мы, да, специально вставлял на звучание, когда несут крот, он говорит, баба-мать, это сын ее, да, сын Агаты, да. Но если путают, что сын или, так сказать, молодой такой друг, как я говорю, друг, ну, не страшно. А кто, а кто отец, кто мать, соответственно, дочери и бабушка-внука? Я вам скажу, кто и кто, в том смысле, что... То есть, его нет в кадре, этого персонажа? Нет, этого персонажа нет в кадре, это какая-то давняя, так сказать, это... Нет, мать этого внука, это вот... Это дочь, да, бабушка, бабушка. Врач, которая сидит здесь с Саней. Да, 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 матька, которая связаться с Саней. Да, совершенно с Саней. Да. В жизни вот она совсем, может быть, и безачем. Просто сзади сильно. Да, ну, какая-то его жена, помнишь, как мы с мамой, а ты к нам в постель, уголек, ну, какая-то из его бурной жизни одна риска, когда-то что-то там. Понял. Спасибо большое. Ради Бога, ради Бога. Ради Бога. Можете поправлять рецензентов, если что, писать какие-нибудь гневные комментарии рецензентам, которые не разобрались, как выясняется. Есть ли у нас еще в зале вопросы? Так, хорошо. Тогда я спрошу. Мне, знаете, я тоже вот как свежепосмотревшаяся, ну, почти как, собственно, люди в зале. Мне вот был какой-то такой, знаете, переход, когда я смотрела, потому что сначала мне, конечно, они ужасно все бульгарные показались. Героини, подождите, это же мое мнение, а я имею на его право. Правда же? Мне они показались. Вам не показать. Мне показались. Можно я задам свой вопрос? Спасибо. У вас есть микрофоны и девушки? Я задам, наверное, потому что они вульгарные, вообще не вульгарные. Хорошо, я закончу свой вопрос. И вы возьмете микрофон и зададите свой. Мне они показались вульгарными, но при этом как-то это очень быстро проходит, и они становятся тебе совершенно другими. Ты перестаешь обращать на это внимание. И задумали ли вы сначала, чтобы они были такие вот эти вот странная прическа, не очень модная вот этого какаду, да, там, и вот эта странная речь, и его постоянные какие-то вот метания. Ну и девушки тоже, которые, когда ты их первый раз видишь, да, бывшие танцовщицы. Ну, вы знаете, ну, они, как бы сказать, они не то чтобы вульгарные, но то, что они, ну, чтобы не искать слов, ну, как я сказать, ну, приподнятые, ну, почти, что называется, вздрюченные. Это совершенно естественно, потому что они, да, конечно, потому что они хотят показать, что они еще есть, что они такие же, которые были там четверть века назад, поэтому они, конечно, вот такие вот. Мы тангеры, тангеры, тангеры бежать по коридору и делать вид, что молодые и так далее, и так далее. Конечно, они, так сказать, что называется, накатурных, накатурных эти люди, и он, ну что ж, он же так выглядит в прежнем своем костюме, и прежде своей прической, крашеный человек, и молодой, лысоватый на самом деле. Но они такие все, они такие все, я когда встречался в каких-то там, я не знаю, где-то в кафе, там ходил человек абсолютно в яркой попугайстой одежде, он очень выделяется, это не просто прохожие, это вот такие вот, это вот попугайстые, разноцветные люди, и такие нервные, чуть экзальтированные дамы, уже не такой, не первый ужас. Это все абсолютно в этом смысле и жизни, да, конечно. Так, теперь я слушаю ваш вопрос.